МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штормовое предупреждение в Бурятии. Ожидается сильный снег и ветер до 20 метров в секунду. На дорогах республики возможны снежные накаты и гололедица. Какие новости принёс этот день, расскажут корреспонденты телекомпании Ригус и Ясаю Набухаева. Здравствуйте. Вначале о главных темах. Незваный гость или всё-таки хозяин? В каких районах медведи вновь выходят к людям? Знает Ольга Арснукаева. То, что деньги тратятся огромные, это точно. Но работает или не работает в Бурятии федеральная целевая программа охраны озера Байкал в материале Артемия Ушакова. Филармония закрылась, но концерты продолжаются. Где и какую музыку можно услышать в ближайшее время, расскажет Евгения Жировова. Улан-Уденцев предупреждает о возможных встречах с медведями. Хищники добрались и до окраин города. По первым тревожным звонкам в пригород отправилась наш корреспондент Ольга Арснукаева. Предлагаю дальше проехать. А, туда на горку. То есть дальше опасно идти пешком, да? Ну да, не хотелось посмотреть. Всего 10 километров от спиртзаводской трассы и посёлок Лесной. Медвежьи следы на просёлочных дорогах местные жители видят с начала октября. Но с каждым днём всё ближе к домам. Наиболее близкое расстояние – это вот за этим домом, 400 метров, там, в лесочке. Следы медведя видели. Это было 7 октября. Собаки выли неделю. Мы не могли понять, почему. Вот они воют и днём, и ночью. Потом у соседа работник поселился, который, видимо, имел дело с медведями. И говорит, что-то похоже рядом медведь. Примерно в двух километрах от посёлка мы нашли следы, похожие на медвежья. Видно, что здесь прошла не корова и не косуля, потому что след хоть и средней величины, но есть на отпечатке когти. Со слов местных жителей, медведь молодой, полтора-два года. Зверь хоть и небольшой, но от этого не менее опасный. В посёлке Лесной проживают 4 семьи, а в 7 километрах большое ДНТ. И это расстояние хозяину тайги не помеха. Был совместный выезд с сотрудником полиции. Нахождение медведя в данном районе не подтвердил. Следы медвежьей были отмечены, ну а дальнейшая судьба этого медведя пока неизвестна. Если данный факт подтвердится, будут уже приняты меры, и выдано разрешение на отриел данной особи. Настораживает, что застрелить Косолапова могут только специалисты бурпериоднадзора. Охотникам запрещено. В Табагатайском районе нет ни одной квоты на отстрел медведей. Потому что до недавнего времени их там никогда и не видели. Выходит медведь в населённые пункты. Звонили с малого кунолея. Это уже лично мне звонили, говорили. Там говорят, убили его, охотники. Это уже десятый случай выхода медведей за месяц в Бурятии. На Дня гуляющего зверя видели в кяхте. Предположительно, он пришёл из Монголии. В этом году на Дальнем Востоке участили случай нападения медведей на человека. Известно о гибели восьми человек и десятки пострадавших. Хищники нападают на собак и домашний скот забираются обо дворы и на фермы. В Бурятии таких страшных случаев не было. Но с учётом роста числа медведей исключать опасность не стоит. Сейчас звери активны. Готовятся к спячке. В берлогу они залягут только в начале декабря. Ольга Арсунукаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Землю под китайский завод на Байкале выдали незаконно. Это подтвердил 4-й апелляционный суд Читы. В него обратилась компания «Акваси», пытаясь обжаловать вынесенное ранее решение. Скандал вокруг строительства завода по розливу воды на Байкале в посёлке Култук разгорелся в начале года. Участок земли, по которому должны были идти трубы, расположен в рекреационной зоне, где запрещено строительство водоводов. На это обратила внимание Байкальская природоохранная прокуратура и обратилась в суд о признании договора аренды участка недействительным. Кировский районный суд приостановил строительство завода, а также признал недействительную экологическую экспертизу, на основании которой и начали возведение объекта. Компания «Акваси», которая и представляет интересы китайского инвестора в Иркутске, попыталась обжаловать решение. Однако арбитражный суд Читы оставил решение нежестоящей инстанции без изменений. Аренда участка признана незаконной. Озеро отстояли, но больше денег на его охрану не дадут. Соответствующая федеральная целевая программа подходит к концу. Без возможности дополнительного финансирования – это решение правительства России. Что местные чиновники успели сделать за федеральные деньги? Сколько потратили? И удалось ли привести Байкал в порядок? Выяснял Артемий Ушаков. Берег Байкала от хлама избавили только частично. Сточные воды нормам по-прежнему не соответствуют. Спирогира цветет. Экологические угрозы не ликвидированы. Федеральная целевая программа охраны озера Байкал в значительной степени провалена. То есть она идет с 2012 года. На нее было выделено более 40 миллиардов рублей, но, к сожалению, освоено лишь только четверть. А провал в основном идет у нас по очистным сооружениям. В правительстве Бурятии уверяют, с наукой работает бок о бок. Освоили деньги на ликвидацию экологических угроз от Хайбальжинского разреза и Джидинского вольфрам-малибденового комбината. Еще на стадии проекта просчитались на несколько миллиардов при проектировании очистных сооружений в поселке Стеклозавод. А несколько месяцев назад уже через суд Министерства природных ресурсов Республики обязали ликвидировать нефтяную линзу на Селинге. А так сегодня выглядит проект ликвидации нефтяной линзы на реке Селинга. Взялись за него в 2013 году, потратили 170 миллионов рублей. Запах нефти никуда не делся, цвет земли не изменился. В правительстве говорят, результат есть и он очевиден. Там задача стояла убрать экстремально высокое и высокое загрязнение. Это превышение ПДК, если мы говорим о высоком загрязнении, превышение ПДК в 30 раз. На сегодняшний день там превышение ПДК, если мне память не изменяет, фиксируется в размере 3,6. В Москве считают, начать должны были именно с финансирования ученых. Но деньги для них до сих пор не выделены. И вполне возможно решения проблем могли обойтись дешевле, если бы не экономили там, где не надо. К примеру, ученые давно предлагают граблями бороться с биологическими загрязнителями. В том же Усть-Бургузине, который подвергся интенсивному обрастанию речки Бургузин, в Устьевой его части, они стали собирать ту же ладую канадскую, буквально граблями, свозить на машинах, выкапывали яму у себя на участках, закапывали эту ладую. Одновременно они очищали русло, в то же время они получали насыщенную органикой почву. То же самое, по мнению ученых, можно делать и со спирогирой, только работать нужно ручками. В Бурятии же ставку делают на следующий федеральный проект. Раз охрана не удалась, назовут его «Сохранение озера Байкал». Артемий Шаков, Баис Геленов, телекомпания «Арикус». Свыше 200 килограммов незаконно добытого омли взяли в Бурятии. Пара знакомых выловила эндемик в Кабанском районе и привозили на продажу в Улан-Удэ. В ходе рейда с участием ОМОНа у горя рыбаков изъяли 317 хвостов омли. Обыски проводили как в городе, так и по месту отлова рыбы. Мужчина и женщина старше 40 лет самостоятельно привозили улов на своей машине, а затем продавали его в розницу и оптом. Теперь бизнес придется свернуть. Было изъято 10 сетей рыболовных, а также документация, подтверждающая реализацию байкальского омли в торгово-розничной сети. Ущерб до сих пор на данный момент устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Максимальное наказание по данной санкции – это лишение свободы на срок до 5 лет. К ответственности, вероятно, привлекут и магазины, принимавшие контрабанду на продажу. Тем временем в Бурятии завершается второй этап операции «Путина». В середину августа удалось взять 3,5 тонны нерестовой рыбы и свыше 100 единиц орудий для вылова. Возбудили полсотни уголовных дел. За мужество, отвагу и решительность экипажу самолета, совершившему аварийную посадку в Нижнеангарске этим летом, присвоили государственные награды. Медаль получила и бортпроводница Елена Лапутская. Ее действия сохранили жизнь всем пассажирам рейса. Историю профессионализма и подвига вновь вспомнит Сергей Смоленинов. Смотрела просто на самолеты, но никогда не представляла того, что я когда-нибудь смогу стать бортпроводником, стюардессой. Елена в небе уже 18 лет. Летать никогда не боялась, а все внештатные ситуации и тряски переживала с улыбкой на лице. Но посадку в Нижнеангарске 27 июня уже не забудет. Самолет Ан-24 выкатился за пределы посадочной полосы и врезался в здание очистных. Пилот и бортмеханик погибли на месте, но пассажиров спасли. Я сразу побежала к основной входной двери, где все пассажиры туда и у нас в салоны заходят. Подошла и увидела, что от того, что самолет при ударе разрушился, всю дверь эту очень сильно повело. Я попыталась ее выбить. Но дверь не поддалась. Елена, несмотря на ушибы и перелом ребер, смогла всех вывезти через аварийный выход в хвосте самолета. Все 43 пассажира остались живы. Второй пилот Сергей Сазонов выбрался самостоятельно. Накануне указом президента пилоту Владимиру Коломину и бортмеханику Олегу Барданову присвоили орден мужества посмертно. А Елену и второго пилота наградили медалью Нестерова – одной из самых почетных наград в авиации. Героизма нету только радость за то, что я всех все-таки смогла спасти пассажиров. Что ни одна семья не пострадала, потому что летели и семьями, и дома ждали дети, и родные, и мужья, и жены, и родители. У меня только какая-то гордость за то, что я не доставила никому таких вот бед. В последний раз такую медаль вручали в 2016 году. Елена – вторая женщина в стране, удостоенная этой награды. И символично, что в день присвоения стюардесса после четырех месяцев реабилитации вернулась в небо. Говорит, страха не было, и со здоровьем уже все в порядке. И прекращать летать она не собирается. Сергей Смоленинов, телекомпания «Оригус». Продолжаем эфир, и вот что вас ждет дальше. Приятной прогулки по лесу, если это можно так назвать. У кого рука поднялась, разбирался дежурный по городу. Две лапы, два колеса и хвост. Почему слова, что мы в ответе за тех, кого приручили, не должны быть пустым звуком, расскажет Сергей Смоленинов. Что такое права человека? Об этом спросили у лануденских школьников. Как это было, увидела Евгения Жировова. В поселке «Импульс» жители заметили массу вырубку деревьев. Позже выяснили, на это есть официальное разрешение. Но по мнению наших телезрителей, анонимные дровосейки зашли дальше дозволенного. Дежурный по городу распутывал дело. Свежий воздух, лес, красота была. Пока два дня назад возле домов не завизжали бензопилы. По разрешению, вот у них есть на вырубку, стоит количество сосен всего 10 вырубленных. Сколько срубили примерно, по вашим подсчетам? Здесь уже около, наверное, 6. И там, получается, 20 точно переваливает. Буквально сразу же рядом с вырубкой появились эти покрышки. Еще больше переполошили местных жителей. Версии одна тревожнее другой. Начнут жечь, получается, вот это вот щепут. Здесь, получается, все сгорят, потому что сухая трава. Вырубка продолжается и сегодня. Мы хотим сейчас подойти к лесникам и уточнить, по какому документу они работают. От нас уже сбегают, но мы все-таки попробуем узнать, почему здесь вырубили деревья. А кто вырубкой руководит? А вот там, бригадирная. Кто руководит вырубкой? Здравствуйте. Вот эти деревья для чего вырубаются? Не знаю. Сейчас руководство едет. Больше всего жителей возмутило, как попал под вырубку вот этот участок. Он не входит в улицу. Кроме того, у этих соток, по их словам, есть свой хозяин. Они вот вырубку сделали, так человек уже узаконил эту землю. Соседи специально привозят, вот посмотрите, восстанавливают лес для того, чтобы не была пустыня. Если каждый так будет беспорядочно вырубать, что нашим детям-то останется? Впрочем, часть вопросов все-таки удалось прояснить на месте, когда появился главный лесничий. Улицу расчищают по просьбам некоторых жителей, чтобы деревья не оборвали электрические провода. В будущем здесь планируют обустроить дорогу. Но вот с частной территории, где деревья тоже повалили, вышел конфуз. В нашей схеме никакого участка нету, и нас не известило, произошла ошибка. Но мы это постараемся убрать с хозяинного участка, как-нибудь где-то наем выход. Когда вот эти порубочные останки будут и как убираться? Сейчас техника идет с дробильной установкой. Почему там тогда шины привезли? Ребята первый раз эту работу делают. Они подумали, как в лесу, что утилизируем методом сжигания. Но я потом команду дал, что нельзя здесь сжигать возле домов. Как в итоге утилизируют порубочные останки, мы обязательно проконтролируем. И узнаем у ответственных лиц, о чем договорятся с хозяином вырубленного участка. Если на ваших глазах происходит что-то, по вашему мнению, не совсем легальное, обращайтесь, вырубим нарушение закона на корню. Сегодня по городу дежурили Ирина Эрмиль, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Что год грядущий нам готовит? В республиканском парламенте состоялись публичные слушания по проекту бюджета будущего года. Обсуждались доходы и расходы. Прозвучало немало критики и предложений. По двум десяткам статей расходов рекомендовано их увеличить. На что именно, выслушал наш корреспондент. Открывая слушания, председатель Хурала напомнил цель их проведения. Над бюджетом должны работать не только депутаты и чиновники, но и широкая публика. По итогам слушаний принимаются рекомендации. В них прописываются предложения отдельных депутатов, комитетов, фракций и представителей муниципалитетов и общественности. Традиционно на слушании все комитеты предлагают увеличить свои расходы. Опытный в делах бюджетных целендаш и дрожиев обеспокоен доходами. К сожалению, налог на прибыль сегодня не устраивает. Вроде бы у нас предприятие, организация ВРП растет, но, к сожалению, прибыль у нас уменьшается. Подоход на налог по прогнозу увеличивается всего лишь на 0,6%. В зале парламента после докладов Минфина и Минэконома прозвучала более жесткая оценка. Доклад бюджета на будущие годы должен включать в том числе и анализ сегодняшнего состояния. Мы в хурале постоянно говорим о том, что вы должны были добавить денег к развитию малого и среднего бизнеса, к развитию агропромышленного сектора, чтобы народ не бежал в города, а оставался на месте. Вы нам каждый раз клянетесь и говорите, что год от года все будет увеличиваться. А в самом деле бюджет, доходная часть бюджета падает катастрофически вообще. Почему падает? Потому что не развивается своя экономика Республики Бурятия. Все обещания правительству, которые даются, туфта оказывается. Видели, какие показатели по финансированию здравоохранения? Почти в два раза снизится через три года вообще. Ни в одни ворота не лезет вообще. Вице-спикер Народного хурала обратился к правительству с просьбой об увеличении финансирования муниципалитетов. Иначе неизбежен кризис в управлении, социальной сфере и инфраструктуре. Из года в год сокращается господдержка села, а с ней и население. За прошлый год село покинуло 9 тысяч человек, в этом году еще 5 тысяч. И пятилетняя федеральная программа по комплексному развитию села может оказаться бессмысленной тратой средств. Коллеги, я подчеркиваю, что мы за то, чтобы создать достойную социальную инфраструктуру на селе. Однако при сложившейся на сегодня день ситуации в отрасли, скоро встанет вопрос, для кого мы это все будем делать. Кому будем строить ФАПы, дороги, школы. Комитет считает неприемлемым сокращение господдержки сельскохозяйств товаропроизводителей. Предложения депутатов будут рассмотрены рабочей группой, которая будет работать над бюджетом к первому и второму чтениям. Герман Голсанов, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Они остались без дома, но не без работы. Бурятская филармония закрыта, при этом концерты продолжаются. Выступают как местные музыканты, так и приезжие. Музыка на любой вкус, джазовые фестивали, творческие вечера и гитарные дуэты. Более подробно расскажет Евгений Жировова. В самом зале филармонии теперь тихо и пусто. Концерты здесь больше не проводятся. Для своих мероприятий руководству приходится искать другие площадки. К примеру, академические концерты теперь будут проходить в КДЦ «Феникс» и в музыкальном колледже, а джазовые — в кафе и ресторанах. Примерных сроков открытия филармонии не называют. Еще нет даже проектно-сметной документации. Есть лишь надежда получить деньги на ремонт за счет 100-летнего юбилея республики. Но надо войти в программу. Пока же кочевой образ жизни. Так же, как у театра «Байкал» и у бурятского цирка. Билеты у нас недорогие. И есть на все концерты. Пожалуйста, приходите. Афиши на сезон грядущий впечатляют. Услышать можно многое. От джаза до органа. В ближайшие дни приезжают сразу два гитарных дуэта. Ихлисгинга набрала более миллиона просмотров на ютубе. Дуэта Ранхоя из Омска исполняют в основном мировые хиты. Они лауреаты международных конкурсов объехали многие регионы страны. В Лануде выступят впервые. Концерт 2 ноября в ДК «Железнодорожник». Услышать можно музыку народов мира. Хаванагила и Зертаки, Чардаш и русский балаган. Обычно как приезжает либо один гитарист, и соло в основном. А вот то, что два гитариста, это, во-первых, и разнообразие музыкальное. Интереснее звучит, потому что ни одна гитара, а две. Естественно, один ведет, если, допустим, сольный какой-то момент, второй аккомпанирует. В звуковом отношении интереснее намного. А это уже «Сибиря Нуэва» из Новосибирска. Считается одним из лучших гитарных дуэтов России. Исполняют в основном классику. В их гастрольном туре у Лануде оказался также впервые. К нам приедут 9 ноября, выступят в КДЦ «Взгуту». Ну а пока передают привет нашим горожанам из Екатеринбурга. В программе нашего концерта вы услышите музыку отечественных и зарубежных композиторов. Переложения для дуэта гитар, а также оригинальные сочинения. Будет много стилей и много композиторов. От барокко до авангарда. Билеты можно купить в кассе филармонии или на месте перед концертом. Евгения Жировова, Варис Бальчинов, телекомпания «Аримус». Питомец на тачке Улан-Уденец помог собаке-инвалиду. Хозяин не испугался затрат на медпомощь, но обошелся без дорогих протезов. Как подарили новую жизнь, об этом в сюжете Сергея Смоленинова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чё, пёс, дай лоб? Дай другую. Нет. Ну, молодец. Он заболел непонятно чем, очень резко. Мы пошли сразу в клинику, там не было хирурга или что-то такое. Мужчинам сказали, приходите завтра. А на завтра, когда мы пришли, хирург уже сказал, что всё, уже не помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, если бы я был более молодцом, он бы и не заболел вообще. Поскольку он не мучается, и с ним всё вроде хорошо, мы решили его не усыплять. Мысль просто промелькнула такая, просто что если? Ну, нет. Нет. То есть, ну, это же наш друг. Наш, член семьи наш. Депутаты Госдумы нашли в своих рядах крота. Его личность ещё пока не обнародована. Однако считают, что именно он публиковал в своём телеграм-канале информацию, пророчащую депутатскую честь и достоинство. Подробнее об этом и не только в нашей рубрике «Новости сети». Здрасте. Депутату Госдумы грозит увольнение из интернета. Его телеграм-канал «Депутатские будни» прославился трансляциями с парламентских заседаний или различными сведениями вроде причастности работников Кремля к педофилии. А, ну и ещё вот такими занимательными видео. Кстати, именно этот канал распространил сведения, ставшие причиной проверки в отношении скандального сенатора Арашукова. Служба безопасности личность автора канала установила, но пока не разглашает. Сам канал «Депутатские будни» ещё пока не удалён. Так что успевайте подписываться, пока есть что смотреть. А вот читинскому пранкеру повезло меньше. Он попал за решётку, правда, всего на 5 суток. Взрослый 36-летний мужчина разыграл возгорание и взрыв в своём автомобиле и снял это на видео. Задумку объяснил так. Хотел узнать, сколько людей придёт ему на помощь в трудную минуту. Разумеется, разместил в интернете, попросил лайки и был задержан. Так что задумка удалась, в трудную минуту действительно помогли. Правда, не ему, а людям, которые от пранкера натерпелись. Лучше лайки набирать чем-то действительно необычным и безопасным. Например, как этот афроамериканец. Да, вы не ослышались, он реально поёт на бурятском. Осталось поднаторить мастерстве, переехать и выступать на свадьбах. Успех, я думаю, гарантирован. Очень хочется верить, что успеха добьются и наши инженеры. Вы только посмотрите, что они изобрели. Это же гибрид геймпада и мышки. С таким девайсом играть в стрелялки будет гораздо удобнее. Такой контроллер позволяет достичь высокой точности управления курсором. На доработку изобретения Алексею и Евгению Несмеевым надо 700 тысяч долларов. Недостающую сумму они собирают на краудфандинговой платформе IndieGoGo. Я надеюсь, Microsoft и Sony обратят внимание на этих ребят. Как будто на геймпаде рулят танком и наши бурецкие военные. Они рисуют пушкой звёздочку. В общем, это надо видеть. Кстати говоря, такой норматив сдавали ещё в советской армии. Боже, чего только в армии не увидишь. Надеюсь, это была не одна из форм наказания провинившихся танкистов. Новости сети были такими. До скорого. Юридически подкованы с детства. Улан-Удэнские школьники выяснили, кто из них лучше всего знает права человека. Интеллектуальная игра проводится второй год подряд. По инициативе молодёжного центра и уполномоченного по правам человека. Как это было, смотрите далее. Я запомнила, что Гагская конвенция, она говорит о правилах ведения войны, о том, что нельзя использовать ядерное оружие, химическое. А Женевское, она больше направлена на граждан, то есть во время войны, права которых нельзя ущемлять. Вопросы с каждым годом усложняются, поскольку там именно всё больше затрагивают вопросов права. Именно не только российского законодательства, но и мирового права. С такого возраста уже закладываются вот эти традиции, да, вот эта толерантность, уважение просто другого человека. Если этого нет, потом, конечно, будут только последствия. А пока нужно формировать именно вот такое мышление и такое отношение уважительное к другому человеку. Нешуточные футбольные баталии развернулись в железнодорожном районе. Сильнейшие школьные команды бьются за трофеи. Об участниках далее. Давай, давай, давай! Давай, забивай! Иса Алиев – футбольная звезда 42-й школы. Сам он болеет за каталонский клуб. Я болею за Барселону, так как она не близка мне по духу, на таком и по игре. А из футболистов мне вместе нравится. Турнир по мини-футболу собрал 7 команд из 5 школ железнодорожного района. Состязаются ученики средних классов. Турнир хороший, соперники серьезные, нужно побеждать нам. Второй год подряд турнир проводят на обновленном стадионе. Его реконструкция обошлась в 6 миллионов рублей. Здесь стандартное поле для мини-футбола, высота ограждений 3 метра, плюс полтора дополнительные улавливатели. Есть беговые дорожки и яма для прыжков. Также запланировано в 2020 году строительство стадиона в школе номер 64. Также был построен небольшой стадион со искусственным покрытием в микрорайоне ВРЗ на улице Норильское, так называемый Пентагон наш. И сегодня мы говорим о том, чтобы проводить мероприятия, проведить соревнования на нескольких объектах спортивных. Пока в этом турнире участвует команда из нескольких школ, но в планах расширить его до Кубка всего железнодорожного района. Это завершающая новость выпуска. Служба информации телекомпания «Ригу» следит за развитием событий. Ищите нас в социальных сетях и ждем вас на нашем сайте. Это была программа «Восточный экспресс» и я, Саюна Бухаева. Желаю вам хороших новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова